Всем привет! Сегодня с вами ваш друг, тренер и консультант Денис Минин. И в рубрике «Здоровый образ жизни и полезные советы» мы разберем тему разрузочного дня и голодания. Обратили внимание, как на просторах YouTube и вообще в социальных сетях в последнее время это стало обсуждаемой темой и, главное, критики, спора и хейтерства. Ведь есть одна сторона медали, где говорят, что голодать это опасно, ни в коем случае этого делать нельзя. Многие врачи так и рекомендуют. И есть вторая сторона лагеря, которая говорит, что это очень полезно. Это оздоровление, исцеление, омоложение и масса полезных преимуществ. Поэтому давайте разберем сегодня эту тему, потому что где-то истина посередине. Поехали! Итак, так как я человек науки и все-таки больше доказательной базы и тем более практики, начну с науки. Напомню, что еще 10 декабря 2016 года японский ученый получил Нобелевскую премию по аутофаге. Очень коротко, это естественный процесс регенерации на клеточном уровне. Но многие люди начали ассоциировать это исключительно с голоданием и практиковать это прямо массово и глобально в мире. Ведь тысячи людей, сотни тысяч людей начали голодать именно по этому принципу. Но не все до конца поняли, что этот японский ученый доказывал совсем обратное. Он говорил о регенерации клетки, но без практического опыта. И если вы зайдете на сайт Нобелевской премии и переведете этот текст, вы поймете, что там о голодании нет никакой речи. Но это не значит, что в этом также не кроется истина. Поэтому вывод один, что нужно просто на самом деле не переедать. То есть есть люди, которые действительно голодают очень длительный период времени. Есть люди, которые делают кратковременный путь. Он может занимать 16 часов или 24. Это так называемая пауза в питании. Кратковременное голодание. Когда от 16 до 24 человек не употребляет никакую пищу, иногда могут выпивать воду. Потому что есть голодание сухое, когда без воды, а есть голодание с водой. Понятное дело, что с водой гораздо безопаснее. Но есть люди, которые голодают аж целую неделю. 5, 6, а то и 7 дней. Но это я рекомендую делать только тем, кто уже получил практический опыт, разобрался, как правильно это делать с тюпажом. Тюпаж – это когда вы должны извлечь желчь, когда вы должны сделать определенный магниевый с сульфатом магния раствор, солевые растворы, когда вы делаете клизму. Есть определенный процесс подготовки, постепенный подход к голоданию. Тогда вы можете голодать 7 дней. Если вы вот так взяли и сделали это с первого раза, вас ждут серьезные проблемы и заболевания с желудочно-кишечным трактом. Поэтому я рекомендую очень серьезно готовиться к этому процессу и не бежать сломя голову голодать, когда вы это просто где-то увидели в интернете или увидели первый попавшийся ролик в ютюбе. Так где же все-таки черпать эту информацию на просторах интернета, чтобы получить ее достоверную от настоящих диетологов или докторов? Сразу даю лайфхак-рекомендацию. Например, это Агонян, есть такая доктор-терапевт, и профессор Неумывакин. Это те люди, которые действительно прошли определенный путь. У них есть медицинское образование, у них есть практический опыт исцеления людей благодаря голоданию, определенной паузе в питании. Не обязательно нужно голодать, чтобы быть здоровым и проходить процесс регенерации на клеточном уровне аутофагии. Достаточно просто, оказывается, не переедать. А давайте, чтобы вам было еще более интересно, я вам приведу практический факт, который произошел в моей жизни. У меня был дружеский батл с неедом. Я как представитель здорового образа жизни и человека, который употребляет пищу, сделал дружеский батл с неедом. Есть праноеды, нееды, солнцееды, воздухоеды. Те люди, которые вообще не едят. Понятное дело, это ваше субъективное мнение, верить этому или нет. Я не поверил, поэтому я дружеский с не побатлился, но я сделал ход конем. Я пригласил на этот батл человека с мобильным УЗИ и предложил ему провериться публично на камеры. То есть, если он употреблял пищу в течение двух или даже трех суток, частички пищи окажутся в кишечнике. Соответственно, он отказался от этого. Более того, через 2-3 дня я увидел, как он выходит из веганского ресторанчика. Поэтому не всегда верьте тем людям, которые рассказывают, что можно питаться только солнцем или святой землей. Ну и самое главное, вы не будете тем человеком, который употребляет пищу только по рефлексии. То есть, рефлекс. Помните собаку Павлова, которая ела по звоночку? Все нам сейчас говорят, диетологи, некоторые врачи, а не доктора, есть нормальные, есть не очень, но мы сегодня не об этом. Говорят о том, что мы обязательно должны есть 3, а то и 5 раз в день. Обратили внимание, у нас культура потребления. Нас постоянно заставляют кушать, потом мы переедаем, потом мы лечимся, пьем таблетки. А кто сказал, что мы должны каждый день есть по такому количеству раз? У нас есть понятие разрузочных дней и так называемой паузы в питании. В итоге, когда вы совершаете пищевые паузы, у вас нормализуется инсулин. Напомню, что в интернете пишут или врачи говорят, что он может быть от 2 до 27. Но напомню, что инсулин у здорового человека, который не переедает тем более рафинированная сахара и много сладкого, нормальный инсулин это 3,5. Но никак не 12, как пишут в некоторых источниках, что 12 является нормой. Ведь люди, которые болеют сахарным диабетом, у них 12,5, 10, 9. Поэтому от 8 и вниз пошли до 3,5 это нормальный инсулин. И напомню, что когда вы совершаете такие паузы в питании, это не значит, что вы должны лечь на диван, расслабиться и ничего не делать, потому что у вас нет сил. Умеренные физические нагрузки допустимы. Для кого недопустимо голодание и даже перерывы в питании? Для тех людей, которые интенсивно занимаются профессиональным спортом. Люди, которые хотят набрать мышечную массу, я им не рекомендую усугублять с такими паузами. Кстати, чуть не забыл, многие в интернете задают вопросы, а как же голодание на соках или фрешах? Я напомню, что это одна из разновидностей голодания, которая имеет место быть, но здесь не говорится о снижении веса и о правильном голодании с точки зрения аутофагии, о которой я говорил выше. Это просто разгрузочный день, а где соками вы потребляете простые углеводы. Это позволяет вам быть всегда в хорошем тонусе, быть в рабочем состоянии, иногда даже заниматься усердными нагрузками, работать за компьютером, вести переговоры. Это просто одна из разновидностей. Это не хорошо и не плохо, но об аутофагии здесь тогда речи быть не может. То есть у вас нет полной регенерации. Поэтому отчасти это маркетинговый вид голодания. Далее, я вам сейчас приведу еще один пример пользы умеренного голодания. Это, конечно же, пост. Помните, все мы постимся, когда люди на религиозные праздники, неважно, это буддизм, это ислам, это православие, у каждых разный срок, разные подходы, но тем не менее это имеет место быть. Издавна, с древних веков это было сделано не просто так. Это очищение ума, сознания, вашего организма с точки зрения физиологии. Поэтому это еще одна доказательная база, когда нужно умеренно голодать и быть всегда здоровым. А теперь отвечу на вопрос для тех, кто хочет голодать для снижения веса. Напомню, что с точки зрения физиологии, биохимии, анатомии, строения человека давно изучено и доказано с точки зрения практики, что когда вы голодаете, вы примерно в день, точнее в сутки теряете около килограмма своего веса. Но в первый день, два и максимум три, вы ведь теряете не жировую прослойку, вы теряете жидкость, вы теряете те продукты жизнедеятельности, которые употребляли в пищу, вы опорожняете свой кишечник. Когда вы перестали голодать, вы также быстро в течение двух или трех дней набираете свой вес. Более того, происходит процесс гиперкомпенсации, когда ваш мозг подает сигнал, что у вас была критическая ситуация, и на всякий случай нужно набрать больше веса, чем было, чтобы был запас. Поэтому, когда вы делаете кратковременное голодание, это не о похудении. Вы теряете жидкость, и потом вы ее восполняете. Все-таки можно похудеть благодаря голоданию, но если вы будете делать это системно, правильно, с определенной периодизацией, какую литературу подсчитать и кого посмотреть в ютюбе, я вам в начале ролика уже порекомендовал. Поэтому всегда разумно подходите к любым культам диетологии, голодания и вообще процессу оздоровления. Ведите здоровый образ жизни. С вами Денис Минин. Обязательно лайкайте, комментируйте, не забывайте нажать колокольчик, а не просто подписаться, чтобы вы были уведомлены, когда мы пришлем вам следующий видеоролик про здоровый образ жизни. С вами Денис Минин. Увидимся в следующем видеоролике. Субтитры подогнал «Симон»